Таблетки больше не помогают. Ученые Казанского университета предложили решение проблемы лекарственной устойчивости. Мы создаем некоторый контейнер, который имеет нанометровый размер, состоит из различных макроциклов, по-разному функционализированных различными химическими структурными фрагментами. И туда мы нагружаем лекарство. И мы его таким образом прячем и доставляем в хлеб. Ай-Ти-лицей Казанского университета занял лидирующую позицию по количеству стабальников ЕГЭ. Подготовка ЕГЭ – это не 2-3 месяца подготовки, это стабильное обучение предмету. И это не навязчивание, обучение шаблонов, это именно обучение предметов для меня. По итогам всероссийского конкурса названа лучшая академическая группа выпускников. Мы получили огромное количество положительных эмоций. Вообще, этот конкурс стал нашим дебютом в совместной работе, потому что все мы разные. Каждый занимался студенчеством своим любимым делом и кто где преуспел. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Елизавета Никитина. В Казанском университете продолжается работа по созданию карбоновых полигонов. На очередном совещании ректору Ильшату Гафурову доложили о первых результатах проекта. Проблему устойчивости к лекарствам решает ученый Казанского федерального университета. Почему организм привыкает к препаратам и не дает себе лечить, узнаете далее. Когда организм не может побороть определенную бактерию или вирус, несмотря на то, что человек принимает лекарства, такая проблема называется устойчивостью или, по-другому, резистентностью к препарату. Чаще всего она возникает в том случае, когда человек принимает лекарства не назначенным курсом, а частично. Многие лечатся как антибиотиками, например. Один-два дня выпил по таблеточке, ой, мне уже стало лучше. И все, ладно, я не буду остальное допивать, и так все нормально. А на самом деле организм привыкает, когда он не убивается до конца, остаются такие полуживые, так скажем, бактерии в организме. Они уже выживают в условиях этого лекарства и становятся к нему более устойчивы. Поэтому, конечно же, если мы начинаем какое-то лечение, то нам нужно его заканчивать до конца. Но если устойчивость все же сформировалась, то помочь в этом может так называемая маскировка лекарства. Это широкое научное направление, куда вносят вклад ученые со всего мира. В их числе и сотрудники Казанского федерального университета, которые используют так называемые макроциклы и собирают из них наночастицы по принципу конструктора лего. Так под руководством Людмилы Якимовой были синтезированы макроциклические соединения, которые могут собираться в различные формы, и туда помещается лекарство. Так получается новая лекарственная форма. То есть это вот как киндер-сюрприз, представляете? Там есть игрушка. Вот то же самое мы создаем некоторый контейнер, который, представляется, имеет нанометровый размер, стоит из различных макроциклов, по-разному функционализированных различными химическими структурными фрагментами. И туда мы нагружаем лекарство. И мы его таким образом прячем и доставляем в клетку. Такое спрятанное лекарство вредоносные организмы перестают узнавать, и тогда лечение будет приносить пользу. Но это не единственное преимущество макроциклических соединений. Они могут оказывать лечебные действия и без самого лекарства. Например, известно, что противораковые препараты очень агрессивны. Они разрушают не только сами раковые, но и здоровые клетки. И по словам Людмилы Якимовой, используемые учеными макроциклы могут бороться с больными клетками, но при этом сохранять нормальные клетки здоровыми. Есть два поколения макроциклачей, их несколько, но мы работаем с двумя. Это теоколексорен, имеет вот такую форму, как конус, чашечка. Есть пустое дно и верхушечка. И вот такой пиларен, это уже столбик. И вот как раз вот эти макроциклы, они могут между собой определенным образом взаимодействовать. Взаимодействуя друг с другом, макроциклы создают систему, которая уже была протестирована в лаборатории, показав успешный результат в борьбе с одним из видов раковых клеток. Работа ученых получила грантовую поддержку Российского научного фонда в 2017 году. И совсем недавно проект получил продление. Его руководитель Людмила Якимова выразила надежду на то, что спустя года разработка получит свое применение и станет надежным помощником в лечении людей. Диана Желенкова, Ленардо Влетьяров, Универньюс. По итогам прошедших экзаменов на брифинге в Министерстве образования и науки Республики Татарстан отметили лучшие школы по результатам ЕГЭ. Лидирующую позицию по количеству стабальников занял IT-лицей Казанского университета. 12 выпускников из IT-лицея Казанского университета набрали 100 баллов по предметам русский язык, математика и информатика. Один из учеников набрал в сумме 200 баллов по русскому языку и информатике. Ученики лицея поделились секретами подготовки. Буквально каждый урок, каждый интенсив, мы прорабатывали какие-то темы. Люция Рафаэловна сделала много для того, чтобы конкретно я натискал на 100 баллов. И каждый из учеников в моем классе, в параллельном классе, сдал экзамен очень хорошо. Илья Анатольевна, это наша учитель по информатике, нам очень сильно помогала. Отдала нам варианты. И вот за неделю до ЕГЭ нам нужно было прорешать 10 вариантов на 100 баллов. То есть ты пока 10 вариантов не решишь, ты сидишь и решаешь. И вот это, мне кажется, очень сильно помогло. В следующий месяц перед экзаменом, прям каждый день сидела, занималась семинарами с учителями. Вот, там у нас учитель в школе отдельно готовился к сочинению прямо. Поэтому, вот, то есть заслуга получается учителей. Учителя рассказали о том, что в IT-лицее стараются внедрять индивидуальный подход к каждому ученику, что позволяет делать малочисленность людей в классах, около 15 человек в каждом. Мы стараемся использовать продукты компании Microsoft и организуя такую гибридную форму обучения, где дети могут частично работать самостоятельно, частично мы работаем с ними на уроках. Вот такой комплексный подход, наверное, позволил получить достаточно неплохой результат. Елена Митясьева отметила, что нынешний ЕГЭ по информатике перешло в онлайн-формат, что облегчило задачу обучающимся. Сейчас уже выпускники IT-лицея активно подают документы в различные вузы России и ждут результатов поступления. Энджим Небаева, Универтньюс. Выпускники Химического института имени Бутлерова Казанского федерального университета стали лауреатами Всероссийского конкурса «Лучшая академическая группа выпускников». О том, как проходил сам конкурс, расскажем далее. С 4 июня по 10 июля прошел широкомасштабный праздник для всех выпускников страны. Студенческий выпускной включал в себя ряд мероприятий. Онлайн-концерт, очную деловую программу, онлайн-акции и флешмобы. Выпускной объединил студентов более 300 вузов. Конкурс «Лучшая академическая группа выпускников» позволил определить самую талантливую и дружно-академическую группу. Он проводился в несколько этапов по двум номинации – бакалавриат и специалитет и магистратура. Выпускники Химического института имени Бутлерова Казанского университета стали победителями конкурса «Лучшая академическая группа старших курсов». Мы принимали участие в конкурсе «Лучшая академическая группа» в Казанском федеральном университете. Так как мы стали победителями в номинации «Лучшая академическая группа» среди старших курсов, мы победили и нас отправили для участия в конкурсе «Лучшая академическая группа» на всероссийском уровне. Конкурс проводился в три этапа – отборочный, полуфинал и финал. На этапе отбора участники сняли видеовизитку, а группе и прошли тест по истории России. Полуфинал был посвящен добровольчеству. Группа студентов из Казанского университета ездила в приют для животных в поселке Столбище. Туда они привезли корм и рабочие перчатки. Финал проводился в формате научного слэма. Ребятам необходимо было за пять минут интересно рассказать о своих исследованиях. Всем очень понравилось. Мы получили огромное количество положительных эмоций. Вообще, этот конкурс стал нашим дебютом в совместной работе, потому что все мы разные. Каждый занимался в студенчестве своим любимым делом. И кто где преуспел, кто-то в творческой деятельности, кто-то в общественной, кто-то в научной. В общем, очень здорово. Нам очень понравилось. По итогу конкурса ребята заняли третье место в номинации специалитета магистратура и выиграли поездку в Крым на творческий фестиваль Таврида Арт, который пройдет в сентябре. Елизавета Никитина, Виолета Басова, Универ Ньюс. На этом все. В студии была Елизавета Никитина. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok